Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Замглавы Барнаула Антон Шаламенцев задержан за крупную взятку. Ее чиновнику дал городской пассажироперевозчик. Кто он? Три грозы, шквалистый ветер и перепад температур в 30 градусов за сутки. Какие последствия оставил после себя на Алтае третий шторм с начала года? Тараканы, клопы, мыши в барнаульской многоэтажке теряют надежду о жизни без неприятных соседей. Начнем с главной новости этого дня. В Барнауле задержали Антона Шаламенцева, заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Преступление выявлено сотрудниками ФСБ по Алтайскому краю. По данным следствия, в 2020 году Шаламенцев, тогда еще председатель комитета по дорожному хозяйству, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. Книжные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий, а также обеспечение возможности на беспрепятственной основе осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов, позволяющих осуществлять городские пассажирские перевозки на таких маршрутах. Напомним, Антон Шаламенцев работает чиновником с 2012 года. В 2017-м был назначен на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Два года назад Шаламенцева повысили до зама главы города по дорожному хозяйству и транспорту. А в отношении пассажироперевозчика, который, вероятно, дал Шаламенцеву взятку, следователи также возбудили уголовное дело. Здравствуйте! Здравствуйте! Стя, 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 повернись! Поворачивайся! Здравствуйте! Стало известно, что это крупный в городе предприниматель Олег Бесчастный. В телефонном разговоре с редактором Толка он заявил о своей непричастности к данному делу. Однако, как утверждают проверенные источники в правоохранительных органах, это именно Олег Бесчастный. Тем временем, бывшая управляющая Барнаульским жилфондом, скорее всего, депортирует. Ее делом, по нашей информации, могут заняться в Алтайском крае. Напомним, 2 января Людмила Авдюхина была задержана Интерполом в Аргентине. Женщину подозревают в хищении 2 миллионов долларов. Она могла похитить деньги клиентов и сбежать за границу. Известно, что в Аргентину Авдюхина и ее семья приехала около года назад. Каждые 60 дней ей приходилось менять место жительства. Почти год, возможно, авантюристка находилась в международном розыске. Видимо, теперь Людмиле Авдюхиной придется сменить жаркую Аргентину на сибирские морозы. Три метеостанции зафиксировали молнию, минувшую ночь в нескольких районах края. Гроза в январе – явление для нашего региона уникальное. Впрочем, и таких температурных качелей с перепадом в 30 градусов за сутки прежде не наблюдалось. Как пережил Алтайский край и третий за месяц штормовое предупреждение? И стоит ли нам уже привыкать к таким климатическим скачкам? Смотрите далее. Ее прям жесть, там аж машину не видать. Офигеть, вот это она дует. Этой ночью жители многих районов уснуть не могли. Так в Табунском Пургазы насела деревня и чудом не унесла крыши, писали в соцсетях люди. 10 января Алтайский край накрыл шторм уже третий с начала года. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. На ночь перекрывали два участка краевых дорог в южных районах. Но без происшествий не обошлось. В Рубцовском районе ветер стащил фору в Кювет. В Усть-Пристанском не справился с управлением водитель легкового авто. Откопаться сам мужчина не смог и вызвал спасателей. В Ельцовском районе в Кювете оказался рейсовый автобус. В этот момент в нем было 22 пассажира. В Целином районе с дороги съехал автобус с 13 пассажирами. В этих происшествиях никто не пострадал. А в Первомайском районе этим утром проснулись без электричества несколько улиц в разных населенных пунктах. Персонал филиала Росфетия Сибири Алтаймерга сейчас ведет аварийно-восстановительные работы на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВт. Это уже точечные заявки в нескольких территориях края. Например, в пригороде Барнаула работают в поселках научный городок, районная заимка, водопитомник. И в Павловском районе персонал работает в села Киприно и Амутское. Наибольшей силой ветер сегодня достигал в пригороде Барнаула западных, восточных и южных районах края. Все это сопровождалось большим перепадом температур от минус 30 до плюс 8 ночью. Такое аномальное значение для 11 января зафиксировали в Поспелихе. А к утру вновь похолодало до минус 15. И это не единственная аномалия. Сегодняшней ночью угрозы были зафиксированы метеостанциями тремя. Это Волчиха, Благовещенко и Мамонтово. Связаны такие угрозы с неустойчивым состоянием атмосферы при резкой смене погоды. Из-за каких-то глобальных климатических изменений происходят изменения в сезонных погодных условиях. В этом году, допустим, у нас была очень необычайно длинная осень. Возможно, что зимние грозы мы будем наблюдать чаще. В Краевой столице сейчас восстанавливают работу светофоров на нескольких участках и устраняют повреждения киосков на площади Сахарова. Глава Барнаула поручил специалистам обеспечить безопасность на дорогах и тротуарах. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Для защиты от буйных пациентов машины скорой помощи в Крае оснастят системой видеонаблюдения, а сотрудников экстренной службы тревожными кнопками. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В последнее время пациенты скорых все чаще проявляют агрессию в отношении медиков. Многие эксперты предлагали для защиты от буйных выдать врачам электрошокеры. Но это абсолютно неприемлемо, уверен министр. Бороться с агрессивными больными в трех крупных городах края Барнауле-Бийск и Рубцовске будут с помощью системы видеонаблюдения. Ею оснастят автомобили скорых, а также посредством нагрудных систем записи, которые выдадут медикам. Порядка 6 миллионов рублей это будет стоить бюджету краевому для того, чтобы оснастить бригадой этих трех подразделений. Параллельно мы тоже слово пилотировали, да, пропробовали как раз таки совместно с Росгвардией вот эту тревожную кнопку, которая на смартфон устанавливается, возможность. И действительно достаточно оперативно, ну все зависит это город или село. Такой способ борьбы с агрессией пациентов тоже себя хорошо зарекомендовал. Более тесное сотрудничество с Росгвардией обсудят до конца января, как и финансовую составляющую вопроса. По словам Попова, это весьма затратная история. Ну а системами видеофиксации оснастят 130 автомобилей скорой из 260 работающих в регионе. Министр считает, сам факт того, что в машине есть камеры, может заставить агрессивных пациентов вести себя разумнее. Заболеваемость, как Лешим, в крае растет. Сейчас медики фиксируют уже не единичный случай, а десятки заболевших. Это данные министра здравоохранения. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за 11 месяцев прошлого года в регионе этой инфекции заболел 131 человек. Свежих цифр пока нет. И утверждают, что в отличие от наших соседей, Горного Алтая, где из-за Коклюша продлили зимние каникулы, ситуация у нас в крае гораздо более спокойная. Подробности в сюжете. То, что болезнь прошлого века вернулась, факт. Но эпидемиологи называют нынешний подъем заболеваемости циклическим. Говорят, такой фиксируют раз в 4-6 лет. Аналогичные цифры это были в районе 17-18 года. Как бы никто на этом так сильно не акцентировал. Заболеваемость в основном среди детей, в основном школьного возраста. Но каких-то таких групповых больших заболеваний нет. Поэтому классы мы, если приостанавливаем учебный процесс, то в совокупности именно с другими респираторными, с УРВИ, гриппом. Но именно по Коклюшу у нас не было таких прецедентов. По данным министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, заболеваемость все же нельзя назвать единичной. Болеют десятки человек. И причин тому несколько. Низкий после ковида иммунитет населения и наличие большого числа антипрививочников среди родителей. Да, мы видим по ряду субъектов достаточно серьезный прирост. Именно этой инфекции в соседнем нашем регионе есть. Ну, пока мы фиксируем только рост. Вот такого какого-то массовой эпидемии мы не видим. Какая на данный момент реальная статистика заболеваемости Коклюшем в крае, данных пока нет. Но маски сейчас точно не повредят. Ведь пик практически всех гуляющих сегодня вирусных инфекций в этом сезоне по данным регионального Роспотребнадзора еще не пройден. К тому же в худшую сторону статистика может измениться к концу января. Ведь школьники вышли с каникул лишь несколько дней назад. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Центры региональной лучевой диагностики, в котором будут анализировать большую часть снимков со всего края, а также биохимических исследований, в этом году откроют в Краевом диагностическом центре. А на днях там открыли обновленное отделение УЗИ. Его возможности оценила наша съемочная группа. В диагностическом центре начало работу обновленное УЗИ отделение. Его отремонтировали и увеличили число кабинетов. Забор биопсии теперь делают в двух манипуляционных вместо одной. 600 исследований в день. За год у нас 124 с половиной тысячи. Количество кабинетов и врачей есть достаточно? Да, мы в этом году укомплектовались полностью. У нас штат укомплектовал. С кадровыми проблемами здесь борются с современными методами. Диагностический центр – единственное медучреждение края, где внедряют голосовых помощников на основе искусственного интеллекта. Таким образом, к концу года 80% врачей здесь смогут работать без медсестер. Программа расшифровывает голос медика и вписывает данные в нужные строки. Все слова, все цифры – у нас есть системы автозамены. То есть мы, в принципе, можем сказать ему одну фразу, и он полностью вставит наше стандартное описание в протокол. Диагностический тестируют, чтобы в будущем внедрять это в другие краевые медучреждения. В медицине в целом стремятся к системному объединению. Мы сейчас двигаемся, чтобы с урона фишеско-пушерского пункта информации через информационную систему могла уже сюда прилетать, наше краевое учреждение, и здесь уже оценивать. Первые элементы уже есть в виде так называемого тела и КГ. У нас, по сути дела, все машины скорые, данные еще. У нас крупные фабы оснащены уже этими аппаратами, которые позволяют выявлять заболевания, острые хронические заболевания. За два года здесь обновили большую часть оборудования. Качество современных аппаратов позволяет выявлять даже 5-миллиметровые образования. Лишь 20% посетителей центра пользуются услугами на платной основе. Остальных направляют из районов. Это колоссальная нагрузка и на оборудование, и на врача. Нагрузка на аппарат 8,5-9 тысяч. Для примера, в крае нагрузка на один аппарат рутразвуковой диагностики – 3-4 тысячи. На проведение капитального ремонта был выделен 21 миллион рублей с краевого бюджета. Теперь в центре планируют технологические изменения. В 2024-м здесь должен появиться центр региональной лучевой диагностики. Наверное, до 70% всех изображений, которые делают в крае, мы будем описывать здесь в условиях центра нашими специалистами. Все рентгенологи, которые работают в первичном звене в крае, они будут входить в структуру регионального центра лучевой диагностики и будут находиться под нашим контролем. Большую часть биохимических исследований в центре тоже планируют забирать на свою площадку. Кроме того, в диагностическом намерены увеличить объем эндоскопических исследований. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Алтайский край вновь стал регионом-лидером по валовому сбору гречихи в России. В этом сезоне на нашей территории собрали 929 тысяч тонн культуры. Это две трети от общего объема по всей стране, сообщило Министерство сельского хозяйства края. При этом, несмотря на сложные условия в течение всей кампании, урожай гречихи этого года на 21,5% выше, чем годом ранее. Рекордными оказались и показатели качества. По данным специалистов Центра оценки качества зерна, в 2023 году в Алтайском крае первому классу соответствует 43%, второму – 31%, а третьему – 23%. Этот показатель сопоставим с окружными и общефедеральными. Сейчас в Сибири прошли мониторинг 70% от почти миллиона тонн на молочной гречихе. В Сибири сельхозкультура, выращенная в нашем крае, занимает 95% от общего объема. В связи с этим, сообщают специалисты, неудивителен интерес к нашей гречихе со стороны других стран. В 2023-м за рубеж отправили 80 тысяч тонн крупы, что вдвое больше, чем годом ранее. Один из лидеров экспорта – Китай. Отметим, за год аппетит жителей Поднебесной вырос почти в семь раз. Вслед за тараканей Ордой пришло машинное полчищем. Такие подарки под Новый год получили жильцы в многострадальном Барнаульском пятиэтажке, о котором мы прежде рассказывали в своих эфирах. Но история жителей, до сих пор безнадежно сражающихся за спокойное проживание, получила продолжение. Подробнее в сюжете Юлии Щепиной. Соседей у жильцов дома по адресу Георгиева 21 прибавилось. Теперь это не только тараканы, но и клопы. Усатый сюжет мы снимали в ноябре. Ситуация не улучшилась, а лишь обострилась. Уже невозможно находиться в квартире, уже невозможно травить. Всеми способами травим и никак не вытравляются. Ломается уже техника от тараканов. Напомним, тараканья проблема охватила дом в августе прошлого года. Источник насекомых – злополучная квартира 82. Ее жительница Надежда Кашкарова, которая, по словам людей, любит пригубить, но не любит уборку. А пока неравнодушные соседи продолжают собирать документы на ее выселение, подоспели кадры из ее квартиры. Вы когда прекратите бухать, а? Я вот вижу, тараканы бегают, тут вот эта *** вся. Вот это мусор когда вынесете? Клопы-то, тараканы все лезут вниз. Это все вынесено. Когда вынесете? Смотри, что творится, а? А этот увлекательный аттракцион творится уже во всем подъезде. Однако пока рассадник не ликвидирован, жильцы пытаются устранять проблему локально. Каждую неделю покупаем вот такие вот клества, чтобы расставить по дому, возле подъезда. Ну, это все, конечно, как говорится, мертвого припарка. Потому что вот все полно... А сколько вот это затратно? Затратно. Вот это средство дорогое, стоит вот такой баллончик около 1000 рублей. Вот такая пачечка, вот их несколько, тоже стоит около 1000 рублей. Нам хватает это буквально недели на две. То есть мы закупаем снова и снова и снова. Пятиэтажкой управляет жилищно-строительный кооператив «85». Жильцы жалуются на его руководителя. Председатель ничего не делает и как бы и делать по ходу дела не собирается. А сами уже и вызывали службу у себя в квартире, несколько раз травили и сами травим. Кстати, по словам жильцов, председатель дома уверена, что на съемках прошлого сюжета мой коллега Данил Кузнецов подкинул тараканов в звонок. Фу, господи. Таракан даже здесь. А что сделаешь? Это обычная картина? Нет, впервые вижу. Однако теперь люди жалуются на мышей, клопов и блох. Остается только гадать, чьи же это проделки. Мышки пришли на ПМЖ в октябре и принесли с собой неприятный запашок, подчеркивают жильцы. У нас председатель так вот сделает, что у нас мышки отводятся. Вот это сладенькая какая. Да, и такое каждый день. Вон у меня лежит куча отписок с администрации, с Роспотребнадзора, потому что у нас мышей нет, хотя я им присылаю фотографии. После отписки сразу же на следующий день я ловлю по нескольку мышей. Вон все фотографии у меня, вот в наличии мыши есть. Они прут из подвала. Мы уже запенивали, как бы из подвала запенивали, запенивали, стояк обрезали, все запенивали. Не прогрызает, хватает на неделю. Все заново. Вчера обращалась с просьбой к председателю, что нам нужно делать с этим. Она меня послала матом. Кстати, Анастасия написала заявление на председателя ЖСК в полицию за оскорбление. Нет, у меня еще не тараканы у нас. Я даже говорить не хочу. Но соседи у ваших есть. Ну вот и пусть они и говорят. Жители говорят, уже устали бороться с мышами, тараканами и председателями. Большинство хотят сменить ЖСК на управляющую компанию. Но действующий председатель, утверждают возмущающийся, собирает свое войско серебряного возраста, которая на ближайшем собрании выступит против ликвидации ЖСК-85. Мы же со своей стороны можем только предполагать, какие еще соседи заведутся в многострадальном доме после нашего визита. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Третий этап драматургической лаборатории «Шукшин. Миф и реальность» начался в Алтайском театре драмы. Это проект, в котором российские драматурги из разных городов пишут пьесы о жизни и творчестве Шукшина. Пять таких работ попали в специальный сборник, который недавно вышел в свет. По трем из них сейчас в театре готовят эскизы спектаклей. Их на соцзрители представят уже в эти выходные. Тему продолжит Дарья Ерошина. Алтайский край, родина Василия Шукшина. Ежегодно фестиваль его творчества в селе Сростки собирает тысячи людей со всей страны. Здесь проходят показы фильмов, театральные постановки, выставки, ярмарки и концерты. В этом году заслуженному деятелю искусств могло бы исполниться 95 лет. Сначала читаешь одну биографию, потом другую биографию, потом третью. То он негодяй, то он прекрасный человек, то противоречивая личность, то непротиворечивая, то любил папу, то не любил. Ну, короче говоря. В общем, кого последнего прочитал, тому и веришь, как правило. Участники драматургической лаборатории прошли уже два этапа. Написали пьесу и прочитали ее зрителям. Из пяти работ слушателей читок отобрали три. По ним режиссеры готовят эскизы, то есть недоработанные версии спектаклей. Лучший после доработки войдет в репертуар театра драмы. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы все три произведения остались в репертуаре театра. И тогда, в общем, мы с полным осознанием того, что мы что-то сделали для Василия Макаровича, можем пару лет пожить спокойно, а дальше придумывать что-нибудь новое. Очень бы советовала и вам, и зрителям, посмотреть все три, потому что конкретно эти пьесы вообще одна на другую не похожи. В принципе, разные подходы, и поэтому и эскизы будут совершенно разные. В основе пьес – факты биографии Шукшина, воспоминания современников и самого писателя, а также множество мифов. Я пошел от городской легенды, и там уже в рамках этой легенды я пытался найти какой-то свой образ Шукшина. Опять же, я не говорю, что это тот самый Шукшин, который был в истории. Но это то, как я его вижу. Потому что даже искусствоведы и все Шукшиноведы, они ведь путаются все в показаниях. То есть, истины не знает никто, но и даже те, кто и знал Василия Макаровича лично, правды не найти. А вот то, какое впечатление это на тебя производит, вот это, мне кажется, важно. Шукшин выходит из глубинки и создатель чудиков из села. Таким его сегодня и видят. Совершенно другой, наш, живой. И герои такие же живые, без всякого налета вот этой улыбочности. И вот очень хотелось, чтобы вот это вот счистить немножко. Случается история, и ты не понимаешь, как правильно. И так плохо, и так плохо. Или и так нельзя, и так нельзя. И вот те выборы, перед которыми встают герои, и те коллизии, которые с ними случаются, и та бесконечная вера в человека, в себя и в собственного ребенка в данном случае, и то, сколько человек вкладывает в эту жажду жизни. Когда про людей, когда с людьми что-то происходит, всегда интересно. Там происходит. Желающие узнать больше о жизни и творчестве Василия Макаровича еще могут приобрести билеты на показ эскизов спектаклей. Расписание есть в афише на сайте театра. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.